Хей, котики! Всем привет! Меня зовут Аня, и сегодня мы продолжаем играть в мобильную аватарию. Я хочу вас заранее спросить, как мне лучше снимать с камерой или без камеры, потому что многие пишут, что им неудобно, и они отвлекаются на видеозапись. И если на этом видео наберется 20 тысяч просмотров, я пойму, что вам интереснее все-таки с лицом. Если никто не посмотрит это видео, то, ребята, я лучше буду без камеры. Сегодня я бы хотела вам рассказать историю, которая же все-таки подключилась со мной, и моим бывшим мужем, я даже не могу это говорить, знаете, когда вы говорите бывший муж, у вас все-таки в голове возникает картинка какого-то монстра. Ребята, я снимала это видео 2 дня, чтобы вы понимали, я сначала общалась с ним по почте, мы где-то целый день общались, потому что не могли никак зайти в одно время, и как бы он мне написал первое, в одно время я потом зашла, ответила в другое, он спустя там час снова прочитал, ответил, и так где-то до ночи мы с ним общались, я вам сначала покажу эту переписку. Я не ожидала то, что сообщение придет именно от Даниэля, ведь он написал, что он не будет заходить в игру, у меня были в голове догадки, что это могла написать Люся, это мог написать Афанасий, между прочим, у них сейчас с Люськой очень какая-то напряженная ситуация, Афанасий ведь грустный ходит, мне его так жалко, ребят, мне безумно жалко Афанасия, он любит Люсю, дрожит отношениями, то есть запала ему, просто девочка запала, по общению, ну да, она веселая, если честно, Люська, она веселая. Также мне мог написать Филипп, о боги, ребят, он не пропал, у него все отлично, не сомневайтесь, он прекрасно живет сейчас с Манной Кашей, у них счастливые отношения, вроде бы, опять-таки, я не знаю всех подробностей, их отношения, они такие непостоянные, и Филипп продолжает, как бы, встречаться с другими девушками, у него, помимо Манной Каши, еще есть пять девушек, так точно, я не знаю, как Манную Кашу это устраивает, но пускай разбираются сами. Я открыла ноутбук, и мне написал Северос, ребят, написал, привет, моя Анюта, у меня просто улыбка до ушей поднялась, я, не знаю, у меня мурашки побежали, и это было так приятно, знаете, я так обрадовалась, что написала им сразу поток сообщений, ты снова зашел, Даниэль, я так рада, ну, вернее, они же читаются снизу, снизу, получается, я написала ему, Даниэль, я так рада, ты снова зашел. Как дела? Как себя чувствуешь? Хорошо кушаешь? Спросила так же, высыпаешься. Ребята, у меня просто было миллион вопросов, я хотела ему сразу задать их, вот прям сразу задать их, и все, чтобы сразу ответы поступили. Его, естественно, не было в сети, то есть найти и поговорить с ним как следует я не смогла, спустя там два часа, по-моему, он мне написал так сколько. Что? Что ты несешь? Я спросила, чего? Я не понимаю, я не понимаю, о чем он. Потом спустя 30 минут он получил все-таки мое сообщение, спросил сколько штук. Ребят, меня серьезно бесило общаться с ним на протяжении всего дня по одной фразе, потому что ему-то хорошо, он себя чувствует отлично, он же знает, что с ним происходит в данные секунды, а я волнуюсь, я не понимаю, где он, как он. Все мои вопросы вы видели, ребят, поэтому я просто тряслась и ждала от него сообщение. Ждала, когда он зайдет, прочитает и напишет. В следующем сообщении я его спросила, каких? О чем ты? Потом снова, спустя какое-то время, он мне ответил, моя загадка. Моя загадка. Мне кажется, в больнице скоро буду лежать я. Ты меня пугаешь, что у тебя происходит? Я правда не понимала ничего, ничего не понимала из того, что он мне пишет, какие вопросы задает, что сколько, сколько денег, сколько подарков. Вы также можете нажать на стол и написать свои догадки, о чем вот вы подумали в первый момент. У меня мыслей никаких, в принципе, не было. Ну, только если денежных каких-то, сколько денег я тебе должен, тогда за что? Ну, то есть, денежный вопрос сразу отпадает, получается. Не понял, он еще и не понял. Это я не поняла, что пишет Даниэль, что на него начло. Если первое сообщение было утром, последнее в 12 часов ночи. Я ему, конечно, уже предложила, может, встретимся и ты все расскажешь, ведь нельзя так общаться. Если бы мы были в сети в одно время, так нет, мы общались на протяжении всего дня. То я ухожу, то он уходит, то я захожу, то он выходит и так далее, и так далее. Вы, короче, поняли, ребят, мы договорились с ним встретиться на следующий день утром. Ну, во-первых, у меня не было его в друзьях. Он же удалил меня. И как мы должны были встретиться? Угадайте, ребят, угадайте, где мы с ним договорились встретиться? У наших общих знакомых? Конечно же, в доме Филиппа, в доме моего бывшего. И как хорошо, что его не было в сети. Мне казалось, что я пройду первее, но как только я зашла в дом Филиппа, Даниэль уже стоял, ждал меня в своем желтом новом костюме. Написал мне привет. Я ему с большим количеством буквы Е ответила привет. Мне так было приятно его видеть. Я так соскучилась с Даниэлем. И это, ребят, так эмоциональная встреча. Через игру здесь столько вот эмоций испытываете. Поделитесь, пожалуйста, у вас были когда-нибудь такие эмоции от общения с друзьями в интернете? Чувствовала какую-то близость, будто мы с ним не в игре, а реально вот он зашел. Это не передать словами и не описать. Вообще сложно описывать такие чувства. Он написал, прости за весь цирк. Неудачный спектакль получился. Я у него спросила, ты про 13 сюрпризов. Этот ли спектакль он имел в виду или что-то еще? Ну, я не понимаю, ребят. Он просто удалил меня. Просто удалил меня из друзей. Даниэль написал, да уж. По идее, должен был быть 10-й сегодня. Но я так понимаю, у тебя ничего нет. Ребят, 10-й сюрприз сегодня должен был быть. Понимаете? Вы понимаете, мое удивление на тот момент, что я должна была уже каких-то 9 сюрпризов до сегодняшнего, 10-го сюрприза получить. Но до меня дошел только один. Один-единственный. От Филиппа. Если я была, вот, сказать в шоке, это не сказать ничего. У меня какой-то бум в голове произошел. То есть, получается, Даниэль все это время думал, я получаю какие-то там сюрпризы. Радуюсь, жду. Верю, что он вот, как бы, со мной рядом. Ребят, от Филиппа. Кто бы мог подумать? Ну, тоже с опозданием. С опозданием, но дошел на 14 февраля. Вы можете посмотреть этот ролик. Дальше Даниэль разъяснил. Я попросил каждую неделю разных людей передавать мои подарки тебе. Я спросила, мы с ними знакомы точно. На что Даниэль ответил, все эти люди наши общие друзья. То есть, он передал нашим общим приятелям, знакомым. Конечно, я не могла не спросить. При делах ли Люська? Передал ли он что-нибудь Люсе? Или чтобы она передала мне? И Даниэль ответил, да! Он совершил величайшую ошибку в игре своего персонажа. Он доверился Люсе. Она же засунула его подарок, знаете куда? В свою сумку. В нее надо посылать целую гвардию, чтобы они с пушками шли и искали то, что Люся сперла. Он мне написал, извини, что мои подарки не поступили вовремя. Я ему начала набирать сообщение, ты не виноват. Даниэль мне ничего не должен и вообще приятно было уже то, что он зашел в игру снова со мной стоял там, мы друг напротив друга. Я пообещала, придется в два раза больше потратить. Для меня лучший подарок, что ты снова зашел в игру и мы сейчас общаемся. Я, естественно, потом узнала, кто его обманул. Я же не должна как бы дружить с обманщиками. Из-за чего подарки не дошли до меня, когда они были предназначены мне? Нет, мне не нужны подарки. Я не жду ни от кого никаких подарков. Но почему люди обманули Даниэля? Если он им передал что-то и попросил, доверился, они вот так вот поступили. Это нехорошо. Кто конкретно, у меня тогда не было предположений. Мне казалось, что никто так не поступит подло, кроме Люськи и Филиппа. Вот, от остальных не ожидал. Но раз они поступили так. Филипп с опозданием вручил сюрприз. Люська вообще ничего не дала. Значит, и те приятели оказались такие же. Дальше посыпались от него комплименты. Признаюсь честно, общаюсь сейчас с тобой с улыбкой на лице в жизни. Ты такой теплый человечек. И твоя энергия передается даже через экран смартфона. Ребята, я... Еее! Ну, мне просто... Мне чучки уже свело от улыбки. Написал, мне приятно. Сейчас пересматриваю эти записи. И правда, тепло на душе. Написала ему, давай все-таки вернем твои подарки. Кому он там поручил их вернуть? Сейчас мы найдем, сейчас мы Люську вызовем и всех отберем их подарки. Ребят, серьезно, я не собираюсь отбирать подарки у тех, кому Даниэль передал. Значит, так должно быть. Но вот почему они обманули, у меня вопрос возник. Естественно, я со всеми встретиться не успела. Встретилась лишь с одной девочкой. Остальные уже будут как бы в курсе, посмотрев ролик. То, что мы... Мы поняли, мы вас раскрыли. Большая часть наших общих приятелей, это, конечно же, зрители моего канала, с которыми мы встретились на свадьбе. Мне казалось, мы подружились, мы нашли общий язык, а вы вот так вот поступили. И даже спустя месяц меня никто не оповестил об этом. А я тут убивалась, ходила и ролики выпускала о том, что мне плохо, что там с Даниэлем. В этот момент у вас был в руках подарок, который Даниэль поручил отдать мне. Я попросила Даниэля написать ники людей, которым он поручил все эти вот сюрпризы. Не хотела быть в будущем обманутой. Получается, у меня в приятелях такие люди, которые способны на подлые поступки. Мне лишь интересно узнать причину, из-за чего. Вам понравился подарок? Ну что ж такого там мог Роданиэль вам отдать? Меломанов? Меломанов. Именно Меломанов он передал девочке из следующего видео. Сейчас включу запись. Девочка с ником Полинка. Мы познакомились, когда она пришла на нашу свадьбу. Я позвала ее к себе в гости под предлогом помочь с проверкой на верность. Но сегодня я буду, как вы поняли, проверять на верность Полинку. Хотелось все сразу высказать. Путалась в предложениях. Не было никаких заготовок, о чем можно было пообщаться с ним. Вдруг она начнет отнекиваться. Типа, я не знаю, кто такой Дени. Ну нет, она его знает. Я написала, что он вернулся в игру. Это здорово. Не зря ты ждала. Я-то ждала. А ты все это время знала о том, что он хотел передать мне подарок. Хотел вот сюрприз доставить вовремя. Вы снова будете вместе. А вы представляете, если бы я не дождалась? Ну то есть, если бы я кинула Даниэля. Он же пропал. Он действительно пропал. А все это время, получается, должна была какая-то информация о нем поступать. Я спросила ее, почему ты обманула его. Ой, а что? Я обманула? Да нет, ребята, она не стала врать. Спасибо хотя бы за это. Написала мне сейчас стыдно стало. Вся правда и так бы всплыла. Я честно не хотела. Были меломаны, вот она ответила. Да, я это уже знаю, потому что я вам показываю запись. Ради меломанов она... Полинка знакома еще с тремя девочками, которым Даниэль передал подарки. Они уже в свою очередь все вчетвером объединились и договорились молчать. Естественно, минус, получается, уже 4 подарка. Ребят, Филипп 5. 5 осталось вам. Другие друзья, я не знаю, куда они делись. Одину очень меня удалил. Она просто убежала. Не хотела я, чтобы она убегала. Мне хотелось с ней нормально пообщаться, закончить диалог. Если она увидит этот ролик. Я не собиралась тебя забрать, меломаны. Не, не, не возьми. Я понимаю, что у тебя нет средств их купить. И ты вот обрадовалась, когда у тебя появилось то, чего ты так долго хотела. Но зачем было обманывать? Так вот все получилось. Потом мы с Даниэлем, конечно же, встретились с того. Он написал, рассказал, как у него там дела. Я не буду, ребят, все подробности выкладывать. Если вам, конечно, интересно наши отношения, я буду снимать, обязательно поставьте лайк. Давайте накопим 2000 лайков и будут новые ролики с Даниэлем. Вкратце, если сказать, он, да, в больнице. Будем ли мы с ним добавляться в социальных сетях, зависит лишь от его желания. На недельку он приехал домой и недельку мы сможем с ним поиграть вместе. Я этому очень рада. Не остановить этого человека. Будет дарить эти сюрпризы до последнего, раз пообещал. Мне они не нужны, но он написал на почту, что будут эти вот сюрпризы. Не хочет обмануть меня. Так что, ребят, если вам интересно, дайте знать в комментариях. А я вас очень сильно люблю. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!